Что и почём можно купить в продуктовых магазинах? Активисты регионального ОНФ повторно проверили прилавки и ценники в магазинах шаговой доступности. Зашли и в крупные сетевые супермаркеты, и к местным предпринимателям. Прежде всего, активисты смотрели цены на товары первой необходимости. Крупы, молочку, мясо, овощи и фрукты. И достаточно ли их на прилавках? Неделю назад такой же мониторинг показал, что продуктов заметно поубавилось. Зато теперь, вроде бы, ситуация меняется в лучшую сторону. Это порадовало то, что в некоторых магазинах из проверенных нами улучшился ассортимент товаров. Мы заметили, что появилось мясо, например, которого раньше не было. Появилась гречка, которая либо отсутствовала, либо был очень небольшой ассортимент торговых марок. Сейчас с этим стало лучше. А вот внезапный рост цен на овощи активистов ОНФ огорчил. Ведь неделю назад цены на продукты были в пределах нормы. Впрочем, пока паниковать не стоит. Возможно, рост цен сезонный, говорят общественники. Есть и хорошие новости для тех, кто верит в чудодейственные свойства лимона в борьбе с коронавирусом. Не секрет, что ценник на этот фрукт, а также на имбирь, взлетел за последнее время в десятки раз. Специалисты ОНФ связывают это с ажиотажем, который создали сами же покупатели. Видимо, сейчас люди подуспокоились. Хотя бы лимон немного подешевел. Да, мы отметили, так же, как и по всей стране, наверное, некий ажиотажный спрос на лимон и имбирь. Естественно, рынок отреагировал в силу экономических законов, что если есть спрос, то предложение, конечно же, повышает цену для того, чтобы удовлетворить этот спрос. Да, еще неделю назад был некий пик, когда цены доходили до 3000 рублей. Я сам видел имбирь по 3000 рублей и мандарины по 400 рублей, ой, прошу прощения, лимоны по 400 рублей. В последний раз, когда я смотрел на эти продукты питания, ну, наверное, имбирь остался на том же уровне, а вот цены на лимоны, ну, снижаются. Мониторить цены в магазинах специалисты Общероссийского народного фронта продолжат и дальше. К слову, делается это совместно с ФАС. Им результаты проверок и отправляются. Следующий рейд по магазинам пройдет уже на следующей неделе. Никита Королёв, Шестой канал.